Декабрь Преддверие Нового Года само по себе наполняет воздух праздничным настроением, но у студентов, преподавателей, сотрудников нашего вуза есть еще один повод для торжества. В этом году Рязанский государственный университет имени Сергея Александровича Есенина отмечает свое 108-летие. Череда мероприятий, посвященных дню рождения вуза, хотя и совпадает с сессией, временем сложным, проходит в полной мере, празднично. Традиционно день вуза мы отмечаем 15 декабря. Накануне прошло рабочее совещание с подведением итогов работы. Вуз не стоит на месте, и наша задача, задача всего профессорского преподавательского состава, учебно-вспомогательного состава, это поступательное движение вперед. Естественно, все направления, профили подготовки, которые мы открываем, мы согласовываем дорожную карту и с правительством области, и с нашими якорными работодателями. Мы понимаем, что сегодня те изменения, которые происходят и в стране, и в регионе, позитивные изменения, они нам подсказывают, что те профили направления, которые востребованы, естественно, мы обязаны двигаться только в выступательном направлении. Главная задача подготовка кадров вузом выполнялась и выполняется в полной мере. На следующий, 2024 год, поставлены амбициозные задачи, а тенденции прошлого года демонстрируют позитивные процессы по всем фронтам. Поводов гордиться причастностью к РГУ все больше. Я являюсь студенткой второго курса юридического института, и я очень рада, что я два года назад поступила именно в Рязанский государственный университет имени Сергея Александровича Есенина. Я очень рада, что в университете реализуется различное множество образовательных программ, где абитуриенты могут выбрать направление, которое будет им по душе. Много лет назад я мечтала быть учителем начальных классов, и, конечно же, я хотела поступить в Рязанский государственный университет. И свою мечту я осуществила. Я стала учителем, но мало того, я осталась работать в этом вузе, который дал мне все. Рязанский государственный университет, я по праву могу сказать, лучший университет в регионе, потому что он способствует развитию внутреннего потенциала, он дает хорошее качественное образование, а самое главное – это тот вуз, который влюбляет в себя с первого взгляда. Я очень люблю Рязанский государственный университет. Это для меня настоящий альма-матор, потому что здесь я выросла, здесь я приобретала знания, здесь я получала свои первые профессиональные навыки. Я поздравляю свой родной старейший вуз с днем рождения. Продолжая путешествие по нашему университету, мы заглянули в самую экзотическую его часть – Институт Конфуция, место, где сосредоточилась китайская культура. Создан 20 сентября 2010 года. Это значит, что на данный момент Институт отметил 13-летие, хотя идея создания появилась раньше. Елена Леонидовна, с чего началась история Институт Конфуция в РГУ? Чем занимается Институт на данный момент? Захотелось в Институте иностранных языков сделать палитру языков более расширенной, потому что на тот момент уже китайский вектор наметился, и поэтому мы были в активном поиске вуза-партнера с китайской стороны, точно так же, кстати говоря, как и китайская сторона. И когда в 2008 году в Институт иностранных языков позвонили из Чанчуньского университета и предложили сотрудничество, причем предложили это на прекрасном русском языке, мы поняли, что, наверное, нас посетила удача. Институт Конфуция – это огромные возможности. Студенты Китая приезжают в Россию, а студенты РГУ могут отправиться в провинцию Чанчунь. Хорошая новость для наших телезрителей. Обучение в Институте Конфуция доступно всем. В Институте Конфуция могут изучать китайский язык все, кому хочется его изучать. Школьники, жители города, студенты разных факультетов, разных университетов и институтов. Кроме того, мы помогаем реализовывать основную образовательную программу по китайскому языку в Институте иностранных языков. Поэтому в любом случае здесь наша образовательная деятельность широко заметна, потому что на данный момент у нас около 200 слушателей, причем это действительно слушатели разного возраста, и даже в проекте «Университет третьего возраста» мы принимаем участие. Более того, ведем онлайн-курс для студентов Донецкого государственного университета. Очень серьезно ведется и научная деятельность партнеров. Издано уже несколько монографий, учебник по китайскому языку для взрослых, монография по переводу китайской поэзии Тан. В последнее время между Россией и Китаем наладились очень теплые дружеские отношения. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько эта дружба нам полезна и что она нам дает? Сейчас очень популярный язык русский, и тоже сейчас еще много-много китайских студентов изучают русский язык. Ежегодно примерно больше 10 тысяч человек изучают русский язык. И тоже очень после окончания университета они найдут себе работу и работают еще в компании, которая связана с Россией. Чему вы учите здесь, в РГУ? Здесь я хочу похвалить своих студентов. Мои студенты достаточно талантливые, у них очень огромная и большая мотивация к учебе, и даже мечтали учиться в Китае. Но и нельзя оставить в тени культурно-просветительскую деятельность Института Конфуция. Ежегодно в РГУ празднуют Китайский Новый Год. Мастер-классы по оригами, каллиграфии и написанию иероглифов. И уже в девятый раз в этом году состоялся фестиваль китайского кино. Прошел он в библиотеке Горького. Мы все же делаем еще и акцент на том, что через это можно глубже узнать свою родную культуру. Между прочим, между нами очень много общего. Чирспорт. В России это направление стало развиваться относительно недавно, но уже достаточно популярно. В чем же причина? Я думаю, здесь роль сыграла несколько факторов. Такая смесь танцев, акробатики, спорта и шоу, где значение имеет все. Физическая подготовка, внешний вид и, конечно, сплоченность команды. РГУ всегда в центре всех событий. Неудивительно, что Чир появился и процветает и в нашем ВУЗе. РГУ – это территория здорового образа жизни. Это не пустые слова. И здоровый образ жизни подразумевает очень многое. Это и здоровье мысли, и здоровье духа, и здоровье действий. Мы сейчас видели замечательные команды. Задорбные. Полные энергии и огня, которые представляют свои факультеты. Чирлиринг – это особый вид спорта, который рассчитан именно на командную работу, когда каждый поддерживает друг друга, когда успех общий зависит от каждого. Посмотришь на девчонок – и только восхищение. Я и сама тесно связана со спортом и представляю, сколько нужно тренироваться, чтобы суметь вот так. ПЕСНЯ Имени Евгения Осотина известно, думаю, всем в городе. Талантливый хореограф. Сегодня он здесь, на соревнованиях. Рассказал мне о кухне судейства. Евгений Александрович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какая физическая подготовка нужна, чтобы заниматься чирлизингом? Каждый может вообще заниматься? Чирспорт – это очень доступный вид спорта для любого вида возраста. От 4 до 30+. Он доступен как и физически, так же и финансово, и вообще временно. То есть этим видом спорта может заниматься любой человек в любом виде. А по каким критериям вы сегодня будете оценивать команды? Эмоциональность, потому что чир – это веселье, синхрон, задумка, ну и, естественно, костюм и яркость исполнения. А как вы оцениваете вообще уровень подготовки команд РГУ? По прошлому году меня очень впечатлило, потому что если поработать с ними более профессионально, то это можно выводить на первенство России. Вау! Ну, как есть, да. Расскажите, как думаете, почему чир так популярен сейчас? Это молодой вид спорта, еще раз повторюсь, это доступный вид спорта, вот, ну и ярок. Ярких красок и впечатлений в ФОКе действительно хватило всем присутствующим. Причем порой болельщики особенно не задумываются о сути, но сраженные красотой все равно приходят поддержать своих. Вот он, командный дух спортфака. За кого сегодня болеешь? За спортфак. За спортфак. А как считаешь, у вас самая лучшая команда сегодня? За спортфак. Какая у вас тематика команды и что обозначает ваш талисман? Честно говоря, я не знаю. Вот так ты болеешь, да? Вот так болеешь. Удачи вам сегодня. Девчонки абсолютно все настроены на крутое шоу. И оно, конечно же, получилось. Аня, мне сказали, что ты профессионально занимаешься чирлидингом. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в этот спорт и что он тебе дает? Ну, сначала я занималась просто эстрадно-спортивными танцами, а потом мы начали развиваться-развиваться, и у нас стала своя сборная. Вот, у меня тренер Асотин Евгений Александрович, я очень ему благодарна за это, что из, считай, обычных танцев мы перешли в более такой профессиональный спорт, чирспорт. И как раз-таки это и есть соревнования по чирлидингу. И очень повезло, что и в РГУ устраивают такие соревнования. Мне очень нравится вот это все. Спасибо большое. А какие у тебя ожидания от сегодняшнего мероприятия? Думаешь, победите? Я всегда хочу победить, я всегда настроена победить, и мы победим. Привет. А с какого факультета? Юридический институт. Вы уже выступили правильно. Как ощущения? Очень напряженные ощущения, но очень классные эмоции, вообще супер. Все заряжено, все тело горит, пульсирует. Очень здорово. Спасибо большое. А как предполагаешь, какое место займете и на что вообще рассчитываешь сегодня? Однозначно в битве Талисманов мы займем первое место. У нас очень классная девочка. А в танце главная не победа, а участие. Еще раз. Еще раз. Давайте победим. Редактор субтитров.